Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния, Бич, штат Западная Вирджиния. Благодарю, что присоединились к нашей программе и в особенности хочу поблагодарить наших партнеров. Сейчас со мной находится Джош Келли, молодежный пастор, ему слово. Очень воодушевлен словом, которое Бог вложил в мое сердце, я верю, это послание для нашей церкви, для вас, верю, это будет благословением для вас. Начнем с 45-го псалма, в нем написано. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему мы не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце Марии. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись в царство, Всевышний дал, глаз свой растаял о земле. Господь сил с нами. Вы поблагодарили Бога за это утро? За то, что Господь сил с нами здесь и сейчас. Бог Иаковы заступник наш. Придите и видите дела Господа. Какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье. Колесница сжег огнем. Сегодня я хочу сфокусироваться на 11 стихе. Очень мощный стих в 45-м псалме. Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами. Заступник наш Бог Иаков. Если вы хотите, то можете делать записи сегодня, когда мы продолжаем эту серию учения «Слышать Бога». Я надеюсь, вы сможете остановиться. Помню, как я впервые услышал Бога. Может, вы тоже помните свой первый раз, когда вы услышали, что Бог говорит с вами. Мне было шесть лет, в то время мы жили в Австралии. Мой отец брал меня с собой на прогулки по холмам, где прыгали кенгуру. Но я не знал, что для отца это были молитвенные прогулки. Но для меня это было приключение. Иногда я брал с собой мяч, иногда брал с собой велосипед и мчался вперед. В один конкретный день я почувствовал что-то... Я не знал времени, но ощущал что-то в духе. Я вернулся к папе и сказал, «Пап, что-то происходит». Я пытался как мог объяснить ему это. Он подумал, что у меня заболел живот или что-то подобное. «Джош, почему бы тебе не поехать опять? И посмотрим, повторится это снова или нет». Я снова сел на велосипед и поехал вперед. Я снова ощутил то же самое. Я вернулся опять к папе. Папа все так же. И тут, наконец, до него дошло. «Может быть, мой сын слышит Бога?» «Джошуа, может, Бог пытается говорить с тобой?» «Бог пытается говорить со мной, правда?» «Почему бы тебе снова не поехать вперед? И когда ты почувствуешь что-то, спроси его, что он хочет сказать тебе». «Хорошо». Я сел на велосипед и поехал. А когда почувствовал в духе что-то, то остановился. Я не забыл этого. Холмы в Австралии. Это целый комплекс домов сейчас. Я остановился и сказал, «Бог, что ты пытаешься сказать мне?» Для шестилетнего мальчика это не имело большого смысла. Но позже в жизни эти слова поддержали меня в самые тяжелые и темные моменты. Бог сказал мне, «Джош, не сдавайся». На тот момент я ответил, «У меня все хорошо. Я еду на велосипеде. Не знаю, о чем ты говоришь. Для меня удивительно видеть Божию предусмотрительность». В 27 лет у меня было много моментов, когда я думал о том, чтобы сдаться. Я не мог больше продолжать служение. И Бог снова напомнил мне о шестилетнем мальчике. «Ты забыл, что я говорил тебе?» Когда тебе было шесть лет. Тогда я уже знал. Испытания, которые мне предстоят пройти, я пройду со словами, «Джош, не сдавайся». Но я думаю, что самое значительное время, когда Бог говорил со мной, было в 17 лет. Я молился на парковке. Это мое молитвенное место. Никто не может забрать это место у меня. Это мое место. Я ищу Бога. Мне 17 лет. Я никогда не убегал от Бога. Я никогда не отступал от веры. Я люблю Иисуса. Я люблю церковь. Но я всегда убегал от мысли про служение или проповеди. Я не хотел этим заниматься, потому что мои родители делали это. Мне было трудно в старшей школе. Я знал, что я христианин. Я знал благодать Евангелия. Знал вечность, реально. Но я устал подстраиваться. Я сказал Бог, «Если ты реален, если ты благ, если ты настолько любишь людей, то я не могу учиться еще один год в школе, когда люди не знают, что я христианин». Я закончил свою молитву, сидел рядом с ним, и вдруг я ощутил такое сильное помазание, что оно навсегда изменило меня. В тот момент Бог так четко проговорил мне, как будто знал, что мне необходимо услышать от Него для меня самого. Он сказал, «Я призывал тебя проповедовать Евангелие». Я призывал тебя к служению в церкви. В тот момент я знал, что Бог призывает меня. Я люблю это учение. Я люблю слышать от Бога. Я люблю молитву. Я люблю то, что делает молитва. Я люблю служить Богу, Который говорит каждый день. Мир нуждается в церкви, которая молится. Миру нужна церковь, которая слышит от Бога. Пляж Вирджиния нуждается в церкви волна, в общине верующих, которые с отчаянием ищут Бога, молятся и слышат Его. Я знаю, дьявол будет делать все возможное, чтобы остановить вас и меня от того, чтобы мы следовали за Богом. Дьявол будет делать все возможное, чтобы помешать нам молиться, помешать нам слышать от Бога, потому что он знает, что произойдет. Я вспоминаю Петра и Иоанна. Ученики Иисуса делали то, к чему он их призвал. Закончив молитву, они исцеляли больных. Библия говорит, люди стояли вокруг и наблюдали за ними. Библия также говорит, что Петр и Иоанн пребывали в уверенности в себе. Разве не этого мы все ищем? Быть уверенными в себе, в том, к чему Бог призвал нас. Библия не оставляет в секрете. Она говорит нам, почему они пребывали в такой уверенности. Библия говорит, они были с Иисусом. Дьявол не хочет, чтобы вы и я молились. И хотя есть время призывать огонь с небес, есть время молиться о невозможном, есть время возносить голоса со страстью, я считаю, что есть один аспект молитвы, который церковь, и мы с вами отвергли. Есть аспект молитвы, который дьявол не желает, чтобы мы обнаружили. Это успокоится. Я хочу спросить всех нас сегодня. Может быть, причина, почему мы не слышим голос Бога, состоит в том, что мы не останавливаемся, чтобы послушаться? Мы не знаем силы этого. Мы не знаем, что это такое. Остановиться и познать. А может быть, причина в том, что мы в действительности не знаем Бога. Мы не слышим Его голос, потому что мы никогда не покоимся. Мы заняты христианскими церковными делами. Мы знаем других людей, знающих Бога. Мы знаем о Боге. Мы слышим о Боге, но не знаем мы Его. Насколько хорошо вы знаете Его. Знаем ли мы Его? Я вспомнил сегодня утром. Бог не создал скинию на небесах. Иисус не жил такой совершенной жизнью, которой мы не можем жить. Он не умер на кресте и не воскрес, чтобы иметь поверхностные отношения с нами. Иисусу не нужны отношения в социальных сетях. Ему не нужны электронные письма. Бог также не хочет быть в моем списке лучших фильмов о космосе. Иисус пришел, чтобы стать другом, который ближе брата. Очень легко увлечься христианскими делами, что мы перестаем уделять время познанию Его. Это, кстати, называется религией. Аминь. Когда мы делаем, но не знаем Его, это односторонняя дорога религиозности. Подумайте об отношениях. Когда вам кто-то начинает нравиться, может, вы садитесь рядом с этим человеком, испытываете неловкость. Я помню, когда мне понравилась рок. Кто она такая? Я даже не мог ничего сказать. Кто эта красивая девушка? Она любит Иисуса? Она склоняет голову в поклонении? Она ходит в группу общения? Лидером этой группы была моя сестра. Совсем не смешно. Но что мы делаем? Мы делаем все возможное, чтобы узнать этого человека. И вдруг мой церковный стикер находится рядом с ее стикером? Не знаю, как это случилось. Мы учились в одном университете. И каждый раз, когда начинался обед, я оказывался в том месте, где ела она. Мы делаем все возможное, чтобы узнать этого человека. Мы ходим на свидания. Мы отменяем все другие встречи. А разговариваем только с этим особенным человеком. Понимаете, о чем я? Может, мы делаем следующий шаг, объявляем о помолвке. Может, мы вступаем в брак. Мы познаем человека еще глубже, интимно. Но как часто мы слышим новости от друзей, о чем-то опыте, и думаем, «Я не помню, когда у нас был романтический ужин вечером». Как часто я слышу такое? Мы расстались. Мы не знаем друг друга. Как мы оказались в таком месте? Я знаю, как это произошло. Мы перестали уделять время познанию друг друга. Если мы неосторожны, мы можем так же поступить с Богом. Не забывай, церковь, на каких отношениях строится христианство. Суть Евангелия — отношения с Отцом. Бог уже знает вас. Он хочет, чтобы вы познали Его. Я умышленно скажу так. Когда в последний раз у вас было свидание с Богом? Я могу согласиться с тем, что в наше время труднее обрести покой. Так много отвлечений. Так много шума. Много хаоса. Телевидение, новости. Как только мы просыпаемся, тут же сталкиваемся с отвлечением. Уведомления на телефоне, сообщения, почта, новости на телефоне. У нас даже нет возможности подумать об этом. Как только мы просыпаемся, мы не можем найти момент, чтобы успокоиться. Другая причина, почему мы забываем об этом стихе — мы не знакомы с Богом. Я был в таком положении. Каждый раз, идя на молитву, возникает неловкое чувство. Успокоиться? Это похоже на первое неловкое свидание. Понимаете меня, да? Я помню свое первое свидание, я так нервничал. Было неловко. Я пришел в парк на 15 минут раньше. Мы отправились в кафе «Старбакс». Каждый раз, когда я начинал говорить, пролетал самолет. Я не мог говорить. Мне было так неловко. Мне было неудобно рядом с ней. Я взял горячий кофе. Если я выпью холодный кофе, от холодных напитков меня начинает трясти. Я не мог пойти на риск в первый же день. Но я не пью горячий кофе днем. Однако я взял себе кофе, ей тоже. Но я не пью свой, потому что нервничаю. И мне не нравится горячий кофе. Она заметила, что я не пью свой кофе, и она не стала пить свой кофе. И так прошло все свидание. Мы заметили, что никто не пьет кофе. После этого у нас были еще свидания. И стадия страсти все еще есть. Но чем больше времени я уделял познанию ее, тем больше я удалялся от стадии неловкости. И, наконец, я узнал ее и стал чувствовать себя рядом с ней удобно. Мы едем в машине, стоит тишина, но я не чувствую себя неловко. Что же мне сказать? Нет, такого нет. Мне сейчас удобно рядом с ней. Некоторым из нас надо пройти стадию неловкости рядом с Богом. Третья причина, почему мы отвергаем этот стих, большая, лично мне недавно, Бог бросил вызов в этом. Когда мы успокаиваемся рядом с Ним, мы не можем прервать Святой Дух. Он выносит то из нашего сердца на поверхность, что мы пытаемся скрыть или избежать. Мы это хорошо скрываем за занятостью, за шумом жизни. Но именно в покое Бог выносит на поверхность самые глубокие чувства нашего сердца, которые мы обычно прячем. Недавно я молился за наш город, за нашу церковь. Молился за невозможное. Знаете, есть нужда, и вы молитесь за нее. Это молитва первого уровня. Ее можно записать и выложить в интернете. Бог, я молюсь за этот город. Спасибо, что наша церковь растет. Мы движемся вперед. Спасибо, что призвал нас молиться за этот город. Люди ждут нас, чтобы услышать Евангелие. Мы призваны провозглашать Твою праведность народом. Это замечательная молитва. Да и аминь. А Дух Святой шепчет в мое сердце и говорит, «Джош, умолкни, успокойся». «Послушай меня, о Дух Святой, ты прервал такую классную молитву». А он говорит, «Джош, прежде чем я начну использовать себя, мне надо, чтобы ты стал моим лучшим мужем». «Лучшим мужчиной?» «Да, Боже, я вполне хороший мужчина». О чем речь вообще? Дух Святой говорит, «Джош, мне надо, чтобы ты остановился и послушал. Мне надо, чтобы ты стал лучшим мужчиной». Не знаю, нравится ли вам процесс пребывания в покое, позволяя Святому Духу исследовать свое сердце. У меня не всегда хорошо получается покоиться. Я понял, что чем дольше я живу, не пребывая в покое, тем тяжелее найти покой. Мне нравится еврейское определение этого слова «успокоиться». смысл такой – перестань бороться. Подчинись. Просто отпусти это. Успокоиться – значит перестать бороться. Подчиниться. Отпустить. Подумайте об этом. Насколько удивительно посреди хаоса, посреди войны, посреди неуверенности, тьмы и шторма. У нас с вами есть способность остановиться и успокоиться, чтобы познать, кто есть Бог. В моменты, когда мы не знаем, за что молиться, не находим силы, чтобы произнести слово молитвы, мы можем успокоиться, мы можем подчиниться, можем отпустить, укрыться в нем. И сегодня церковь, я призываю вас отпустить то, в чем вы нуждаетесь. Подчините то, что нужно подчиниться. Для меня это ежедневная практика. Подчиняться снова Богу. Бог, я отпускаю то, что удерживаю для себя. Ты не просил, чтобы я нес это. Поэтому я отпускаю это. Когда мы подчиняемся и отпускаем, мы начинаем познавать его. Когда я молился об этом послании, то сказал, Боже, что бы ты хотел, чтобы мы узнали о тебе сегодня? У нас будет поклонение, чтобы мы успокоились. Дух Святой вложил что-то в мое сердце. Он сказал, Джош, скажи церкви успокоиться, чтобы познать мой мир. Успокоиться, чтобы познать мой мир. Мне странно видеть, как много христиан живут без мира. Мир смотрит на церковь, на христиан без мира и говорит, «Эй, постойте-ка, разве вы не должны жить с миром?» Посмотрите, о чем говорится в послании к филиппицам. Четвертая глава, седьмой стих, говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума». Мне нравится это. Нам напоминается, что в какие-то сезоны жизни не имеет смысла иметь мир Божий. Мы не должны иметь мир Божий в земной сфере. Но Бог напоминает нам, «Мой мир превыше всякого разума». Даже если ты находишься в самых темных глубинах ада, можно иметь мой мир. Я верю. Здесь есть некоторые, кто хочет снова сказать, «Приди, Бог!» Уже давно вы не переживали Бога. И уже очень давно вы чувствуете, что находитесь в лодке в окружении шторма. Я верю. Если мы сейчас успокоимся на минуту, хотя бы на минуту, и позволим Ему сказать, «Мир в наш шторм». Знаете, что удивительно? Я хочу сказать об этом перед молитвой. Иисус провозглашает мир над штормом. Когда они позволили Иисусу произнести мир, до этого они были окружены штормом, когда мы позволяем Иисусу произнести свой мир в свой шторм, до этого мы были окружены штормом. Но мы знаем, что Он придет, и мы будем окружены Его миром. До этого я был окружен штормом, а сейчас я окружен Его миром. Куда бы я ни посмотрел, везде мир. Это сильно. Потому что мир не только во мне, но вокруг меня. Я верю, что сегодня утром некоторые из нас уйдут с собрания с миром. Может, мы пришли сюда в окружении этого шторма, но мы уйдем в окружении Его мира. И я хочу молиться за это. А после молитвы наша команда будет вести нас в песнях поклонения. Если вы не знаете слов, не беспокойтесь. Это вообще не страшно. Просто вознесите руки к небу и пойте. Пойте то, что у вас на душе. Позвольте Богу служить с вам. Он придет и будет с вами. Мы все успокоимся. Кто-то здесь сегодня впервые. Кто-то здесь уже давно. Но если мы откроем сердца, я верю, что Святой Дух наполнит нас снова. Мы сможем отпустить то, что несем. Мы сможем подчиниться. Кто-то из нас носит на себе то, что Бог не просил нести. И когда мы успокоимся рядом с Ним, я верю, что те, кто желает, смогут отпустить это. Может, это не прощение. Может, тяжелое прошлое, а может и боль. Я не знаю, что это. Но рядом с Ним мы сможем отпустить это. Я хочу спросить всех вас сегодня. Может быть, причина, почему мы не слышим голос Бога состоит в том, что мы не останавливаемся, чтобы послушать. Аминь. Я молюсь, чтобы вы радовались этому посланию. Зайдите на наш сайт и сообщите, что вы смотрели нас сегодня. Я буду рад послать вам подарок. Спасибо за то, что смотрели нас. Я бы хотел помолиться с вами сейчас. Если это послание говорило вам, и вы знаете, что не живете для Бога так, как раньше, может, вы узнали, что Бог реален, и вы хотите принять решение и посвятить Ему свою жизнь, помолитесь со мной такой молитвой. И скажите Ему, Иисус, я прошу Тебя прямо сейчас, войди в мою жизнь, сделай себя реальным для меня. Я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Сообщите нам, что вы смотрели нас сегодня, и мы отправим вам подарок. Вам понравится? Телевизионное служение Хэмптон Роудс существует по всему миру. Я бы хотел, чтобы вы приехали со своей семьей в нашу церковь. У нас есть замечательные программы для взрослых, для детей. Наши служения дают жизнь. Мы бы хотели видеть вас здесь. На экране есть все детали и адреса. Я бы хотел, чтобы ваша семья встретилась с моей семьей. Увидимся на следующей неделе. Желаю вам благословений. Мы приглашаем вас на наше воскресное собрание. Церковь Волна расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей церкви, времени и месте богослужений посетите наш веб-сайт. Дорогие телезрители, мы находимся в Хэмптон Роудс. Нашу телевизионную программу еженедельно смотрит 42 тысячи человек. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в Хэмптон Роудс существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный и международный характер. Бог дает нам передавать послание, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел «Партнерство». Вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса. Кто будет светом во тьме? Выпускники, пасторы, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться Ему и величать Его среди наших испытаний. Этот человек является любовь-изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за Ним, следовать за Ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Поверьте, Продолжение следует...